Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. С томлением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 14 февраля, день Трифона, назван в честь святого мученика Трифона. Еще с юных лет была на нем благодать Божия, И Господь даровал ему силу чудотворения, Дабы не только из уст его младенца, Но и из чудесных его дел совершить себе хвалу. В ранних христианских книгах рассказывается Об исцелениях от всяких болезней, Совершенных святым отроком Трифонов, Об изгнании им бесов из людей, обращавшихся к нему. За борьбу с яжичеством был сурово мучен, Умер сам по молитве своей. В народе говорили, что наступил Трифон Мороз, Трифон Перезимник. В этот день девицы молятся о женихах, Потому что все работы были сделаны, И февраль считался месяцем свадеб. И сегодня праздновались свадьбы, Потому что впереди Великий Пост, И тут уж было не до веселья. В связи с этим, святого Трифона считали покровительницем Любящих супругов и семьи ими образованной. Кстати, День влюбленных святого Валентина на Западе Аналогичный праздник. Трифон и Валентин покровительствуют влюбленным. Сегодня традиционно признаются в любви, Дарят подарки, проводят совместно время. Следует упомнить и то, Что Трифон защищает людей и от грызунов, мышей и прочих. Если в амбаре заводились мыши, То молились святому Трифону, И грызуны исчезали. Приметы. Погода на Трифона показывала, Какой будет весна. Если тепло, то в ближайшие месяцы будет тепло. Если к вечеру небо затянуло туманными облаками, То установится хорошая погода. Если на Трифона небо звездно, То будет весна поздняя. Если на Трифе навечером небо будет ясным, А на нем много звезд, То зима будет долгой. Снег в этот день к дождевой весне. Безветренный и теплый день к ранней и теплой весне. Если влюбленные сегодня дадут клятву верности, Им будут не страшны соблазны и преграды. Свадьбы, бракосочетания. Сегодня хороший знак на будущую семейную жизнь. Мы можем приготовить и часть не процеживать, А приготовить, как ты говоришь, обыкновенный сок для питания, А часть, как рекомендуют, брось. Потому что брось подчеркивают. Да, можно употреблять свежевыжатые соки, Особенно морковные в борьбе с онкологией. И другие свекольные. И в частности суп это. Но, одну особенность он подчеркивает, Что опухоль питается нечто твердым. И чтобы вот этой твердости никакой не было. Была только одна жидкость. Как в свежевыжатых соках, Так и в луковом супе. И он как раз разработал такой 40-двухдневный курс, В течение которого человек только, допустим, Так вот питается, как он сказал, Луковым супом, допустим, Пьет там сок еще свежевыжатый, Процеженный. Ну и выполняет еще ряд других мероприятий, Которые бы способствовали. И одну из них, как мы уже разобрали, Это прощение от беды. Так, карамелизирует, да? Да, да, да. До коричневого цвета, да? Вот оно уже практически у нас подходит. Бульончик. Бульончик закипел у нас. И мы делаем потише. Во-во-во-во, вот отлично. Да-да-да, пускай. Кстати, у нас посуда из чугуна, Она долго держит тепло. И как раз посудится тому, Чтобы все у нас растолилось, Разварилось и пришло в нужную... Я даже не единичку. В нужную консистенцию, да. А я, кстати, как проверяю, Если сельдерей мягкий, Все, бульон готов. Хорошо, хорошо. Еще что тут у нас? Там у нас морковь, сельдерей, кабачок, зелень. А что у нас с луком? А что у нас с луком? Может показать, что какой-нибудь лучочек? Давайте. Смотрите, лучок практически, Он уже у нас начал приобретать Вот эту вот коричневую окрасочку. Это говорит о том, что он уже и созрел. Так же? Да. Все, выкладываем его в наш супик. А, уже? А что мы? А давайте, может быть, супом зальем эту? Как вам кажется? А то не поместится. Зальем супом? Хорошо. Давайте зальем супом. Давайте зальем супом. Это уже Танюша. Сейчас, секундочку. Вносит. Прекрасно. Берем и потихонечку заливаем. Так. Да. Прихватки. И поехали. Давай, 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 давай. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ага. Вот так вот. Давай. Сколько необходимо наш луковый суп, когда мы уже все смешали, все компоненты, томить. Томить надо, ну, как только чувствуете, лук стал у вас готовый, а до этого уже там все овощи разварились. И можете все это использовать. Дайте ему, естественно, остыть, чтобы он остыл. Потом процеживаем. И этот бульончик будем пить. Очень хорошая вещь для профилактики онкологических заболеваний, для укрепления организма. Особенно пожилому человеку, для того, чтобы его вот жизненная сила, пищеварительные способности и даже страсть сохранялась на хорошем уровне. Ну, что дает? Страсть? Вот. Одним из компонентов. Хорошо. Все, у нас суп наш готов. Сейчас мы его будем процеживать. Чем помочь? Сами все интересуют, как процеживать. Процеживать. Ой, какая классная, горяченькая. Да, классная, горяченькая. Давайте сюда это сейчас положим. Вот. Можно, конечно, было бы взять там ситечко. Раз у нас ситечко нет, мы просто берем вот такой потихонечку и начинал сливать. Вот. Вот. Нормально? Нормально? Австрийский. Да. Вот, 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 вот. Вот я на этот буренчик смотрю и понимаю, почему они в классический рецепт добавляют эту буренку с сыром. Только лишь для сытости. Вот. Но так как у нас для лечебных свойств, то никаких рецепт добавлять не надо. И вот посмотри, что у нас получилось. Очень у нас красиво получилось. Откуда масло? А, мы на масле обжаривали. Вот, на масле обжаривали. И теперь мы с тобой обязательно попробуем. А, может быть, в бульонные чашки? Вот, точно. Будем считать, что это бульонные чашки, да. Так. Наливая. Вот давайте тогда надеемся здесь, чтобы в случае чего, если разобьем. А, одна чашечка. Наливая Петрович, если бы такой мне суп давали каждый день, то я бы его с удовольствием ела, а мне и пила. Ну, это можно самому сделать. Ведь все, что здесь мы делаем, мы-то делаем сами. Ну, а вот если бы мы оставили лук, вреда мы бы и не внесли? Нет. Нет. Вреда никакого мы бы не навесли. Съели и лук, это было бы даже хорошо. Но, так как мы с вами используем классический рецепт Рудольфа Бройса, видите, никаких тут твердых образований нет. Мы сейчас его... Будем здоровы. Да. Все наши близкие. А, мы не солили. Вот чего. Правильно. И соли не надо. Вот интересный получается такой вкус. Это правда. А соли не надо? А розовый палананал, а у Азура? С льдерей тоже как хорошо слышится. Щедро добавили. Ну, может быть, с кусочком хлебушка? Можно. Можно, можно с кусочком хлебушка, конечно, его есть, как обычное питание. А с целью лечебного, с целью профилактики, и даже, знаете, можно делать на вот таком супике разрузочные дни, вы будете оздоравливать свой организм и укреплять его. Так что, делайте этот суп. Да, и применуют, конечно, нас в этой чаше, когда мы в лечебных целях будем этот суп делать, но мы вооружены. Доброго здоровьица, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!